Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео о тестостероне, как его поднять безопасно и надолго. Итак, лет примерно с 35-40 выработка тестостерона у всех мужчин снижается примерно на 1% в год. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, это зависит совершенно от объективных причин. О них я вам сегодня расскажу. Так вот, снижение с возрастом тестостерона, и это происходит не от самого возраста, это не магия какая-то и не программа, а только от накопления ошибок, болезней, которые приходят с возрастом, когда человек каждый день, каждый год живет неправильно, не так, как положено от природы, от нарушения обмена веществ, от накопления токсичных веществ в организме, ну и тому подобное. Хочу предупредить вас, никаких гормонов искусственных извне не принимать категорически, иначе своих уже не будет, то есть свои железы внутренней секреции уже не будут вырабатывать гормоны. Это касается не только тестостерона, а любых гормонов. Более того, тогда еще будут проблемы с почками, ну и, конечно, со всем организмом. Если у человека тестостерон снижается, то автоматически у него повышается гормон эстроген. А это провоцирует, в том числе это, воспаление простаты. Помните, меньше тестостерона, меньше мышц. Потеря мышечной массы увеличивается. Увеличивается и потеря коллагена, значит, возникают проблемы с кожей, волосами и так далее со временем. Ну и сейчас я вам поясню, что же можно есть, что есть категорически нельзя, как повысить тестостерон и держать его на высоком уровне, как в молодости. Кстати, как и гормоны роста, они идут параллельно. А для чего надо держать тестостерон на высоком уровне? Думаете, знаете? Нет, не знаете, не для этого. Главное, почему тестостерон должен быть высоким в норме. Для уменьшения риска развития воспаления аденома предстательной железы с возрастом, а значит, и для уменьшения риска развития рака простаты со временем. Ведь о завтрашнем дне нужно думать сейчас, а не о каких-то глупостях. Итак, сначала скажу то, что необходимо, а потом, что надо убрать из жизни категорически. Первый пункт. Что надо учесть? Что полезно для тестостерона, а что просто необходимо? Во-первых, микроэлемент цинк. Он повышает тестостерон, он снижает воспаление. Принимайте обязательно фульвовую кислоту с цинком. Кстати, мое видео про 4 свойства главных фульвовых кислот посмотрите. Непременно ссылку оставлю под этим видео. Как и на фульвовую кислоту с цинком. Но цинк содержится, конечно, рекордсмен это устрицы, но и в фисташках в тех же. В чесноке его довольно-таки много. Но это зависит от почв, на которых выращиваются те или иные продукты. Видео о цинке, где я все подробно рассказываю, тоже оставлю вам в описании под этим видео. Далее, спаржа полезна для тестостерона. И лук, репчатый лук, особенно красный. Ну и, конечно, чеснок, безусловно. Кстати, в луке содержится вещество, активирующее, лютеинизирующий гормон, который повышает тестостерон. Вот такая цепочка взаимосвязей. Органовое масло очень полезно, так как содержит витамин Е в гамма модификации и в очень больших количествах. Что касается мяса, кто-то скажет, вот мясо необходимо и так далее. Оно действительно поднимет тестостерон и цинк там есть. Да, отчасти на первых порах это поможет. Но помните о неминуемом приближении онкологии от желудка кишечника до любых других органов от потребления мяса. И это будет неизбежно, вопрос только времени и кому как повезет. Ну, в том числе от того, что вы еще едите. Чтобы понять это, вот действительно понять, а не протестовать. Знаю, сейчас многие захотят протест мне выразить, но это глупо. Значит, разберитесь в этом. Посмотрите хотя бы два моих видео на эту тему. Первое. Семь причин рака. Ну, причин рака много, разумеется. И вот семь главных факторов. Это первое. И второе. Мясо надо есть. Такое ироничное название с моей стороны. Вот это видео тоже. Под видео этим, которое вы сейчас смотрите, оставлю ссылки. Далее. Кверцетин. Кстати, содержится в красном луке. Снижает развитие и катаракты, и снижает повышенное артериальное давление. Но еще сильнее вещество дегидрокверцетин. Оно сейчас получается в чистом виде, например, из пихтовых иголок. Об этом уникальном веществе посмотрите мое видео. Я его снимал давно уже. И ссылку на качественный дегидрокверцетин тоже вам оставлю под этим видео. Следующее. Это крапива. Очень полезна. По многим статьям, что называется, и в том числе для повышения тестостерона, как противовоспалительный и так далее, и так далее. Советую есть крапиву. Ее можно собирать самому, сушить, замораживать. Ну, в общем, я подробно все объяснял в моем видео. Крапива. И порошок вакуумной сушки без потери качества и свойств лечебных тоже можете приобрести. Оставлю ссылку под видео. Далее. Яйца. Вот из продуктов животного происхождения, пожалуй, самое важное и самое безопасное, говоря о побочных других последствиях долговременных, это яйца. Куриные, перепелиные. Так вот, холестерин в яичном желтке. Прекурсор тестостерона. То есть, предшественник и триггер. Сливочное масло в этой связи тоже полезно, но только от, ну скажем, молока коров летнего травяного откорма. Поскольку именно в сливочном масле практически отсутствуют следы высокомолекулярного белка казина, то тут проблем нет. Но речь идет только о сливочном, а лучше о топленом масле. Далее, витамин D3 предельно жизненно важен для поднятия холестерина. Он тоже, кстати, есть в желтках. Ну, хотя не в больших количествах, но все же. Но кто при этом будет есть сладкое, это преимущество сводится не то, чтобы на нет, но сильно уменьшается возможная польза. Так вот, дефицит витамина D3 сейчас есть у всех людей. Я об этом говорил в своих видео про D3. У меня было два видео на эту тему. Поэтому дополнительный прием витамина D3 сейчас обязательно, ну вот как в советское время, помните, принимали и детям в детских садах, в школах, особенно в ранний советский период, в обязательном порядке давали рыбий жир как раз именно из-за витамина D3. Сейчас же аналогов безопасных практически нет. Масло 4 в 1, вот это, которое содержит витамины D3 и К2, причем полученное из лишайников, а не синтетическое, но это единственный аналог, можно сказать, безопасный. Итак, очень рекомендую, безусловно. Что касается черного шоколада, действительно польза определенная от него может быть, где минимальное количество, либо вовсе отсутствует любой сахар. Ну, до обеда принимать его по чуть-чуть можно. Теперь, интервальное голодание. Очень важное состояние, при котором происходит провокация выработки гормона роста, это гормон молодости, и тестостерона, то есть два в одном. Поэтому вечером есть не советую, мои видео посмотрите, интервальное голодание, и почему не стоит есть после 16.00. Кратко, суть в том, что вы, например, едите, завтракаете в 10.11, ну, утра, условно скажем это так. Последний раз едите в 15.16.00, и не едите с 16.00 этого дня до 11.00 или 10.00 утра следующего дня. То есть так называемое 6.18 голодание, условное. Тогда как раз происходит и выработка гормона роста, и запускается аутофагия, очень важный процесс, и явление самоочищения на клеточном уровне организма. Ну, и синтез тестостерона улучшается. Теперь, из аминокислот самое важное для тестостерона аргинин, ну и трептофан еще. Я очень советую в этой связи потреблять ядра конопляных семян, очищенные ядра, и протеин 4 в 1. Ссылки я оставлю, вот на все, что я говорю, я оставлю вам ссылки в описании под этим видео. Теперь, брокколи, и вообще крестоцветные в питании очень важны. Ну, а семена брокколи, проращивать их, потреблять очень важно. Почему? Я рассказывал это в видео про брокколи. Капусту можете купить в магазинах, хотя, конечно, я рекомендую био. У нас она сезонно тоже бывает, а семена у нас есть, как правило, всегда для проращивания. Рекомендую употреблять спирулину и хлорелу, как малый объем продуктов, в котором есть концентрат питательных веществ, в том числе все незаменимые аминокислоты, белка до 78%, очень многие витамины, особенно группа В, а в хлореле вообще вся группа В. Ну, и добавим к тому, что эти аминокислоты, то есть белок в легкоусвояемой форме, без вот этих негативных реакций антигена-антителы, которые возникают при потреблении высокомолекулярных животных, в первую очередь белков, это как раз то, что нужно. Тем более, это самый простой способ ликвидировать дефицитные состояния по многим жизненно важным веществам. Теперь про сон. Очень важен крепкий глубокий сон, и особенно для мелатонина, он тоже связан с выработкой гормона тестостерона, так вот мелатонина не должно быть дефицита, вырабатывается он только когда, с 23.00 до 3 утра, и только в полной кромешной темноте. Поэтому правильный сон, то есть в этот период времени глубокий сон, и в полной темноте это очень важный фактор, в том числе для тестостерона. Так, ну и грибные препараты, грибы некоторые в природе имеющиеся, воздействуют на половую сферу, воздействуют на тестостерон, снижают воспаление. Это комбинация гриба-веселки, шитаки и рейши. Но по сути это маркерный курс. Что я здесь хочу сказать, и переходим к тому, что необходимо убрать из своей жизни. Так вот, поймите, чем больше факторов полезных, необходимых вы внедрите в свою жизнь, тем в большей степени быстрее вы добьетесь результата. То есть тестостерон будет выше, воспалительные процессы в организме уйдут, энергии будет больше, сил, вы больше в жизни сможете успеть, добиться, ну и дольше проживете. Ну а болезнь не отступит. Итак, теперь, что надо убрать, что вообще угнетает тестостерон? В первую очередь сахар и быстрые углеводы. Все сахара, глюкоза, фруктоза, сахароза. Убрать необходимо сладкое, да и не только по этой причине, по тысяче причинам. Ведь повышенная глюкоза в питании рано или поздно приводит к инсулинорезистентности, а это гарантированно снижает выработку тестостерона. Тут прямая, самая опасная взаимосвязь. А постепенно при инсулинорезистентности возникает излишний вес, появляются складки, пузо свисает, висцеральный жир, то есть ожирение внутренних органов, которые начинают хуже работать, функционировать. Тогда всегда, знайте, всегда будет меньше тестостерона и больше эстрогена со всеми вытекающими. И в этой связи кето-диета, но веганская, плюс, конечно, в виде исключения яйца, желательно биоорганические, от курс свободного выпаса, плюс вот добавки, о которых я говорил, это залог успеха. В этой связи есть мое видео, а что же тогда есть? Вы можете спросить, что же есть. Вот я сделал такое видео, там все подробно. Безумно опасен алкоголь для тестостерона, особенно пиво с его фитоэстрогенами. Потребление пива, гарантированное снижение тестостерона, ну и постепенный там рост пуза, инсулинорезистентность и куча-куча других проблем. Помните, никаких газировок, ничего сладкого, ну не газированная вода, артезианская какая-нибудь, это редко можно, хотя тоже не полезная штука, в долгосрочной перспективе, но допустим. А вот газировки сладкие нет и никаких сахарозаменителей. А то спросите, а вот аспартан там и прочее категорически нет. Так, стресс. Выделяется сразу гормон стресса кортизол, а он угнетает тестостерон, имейте это в виду. Смотрите мое видео «Стресс». Плохой сон, недосыпы – это снижение тестостерона. Биопродукты питания, напротив, необходимы. Цельные, непереработанные, никакого фастфуда, никаких Е-консервантов, красителей, эмульгаторов и прочей гадости в упаковках. Только цельные продукты, даже если вы их готовите, жарите, варите, берите, не ленитесь, цельные. Соя – категорически никакого соевого белка, поэтому никаких веганских йогуртов на сои. Ничего из сои, помните, нельзя. Это тоже фитоэстрогены. Это сбой гормонального равновесия вашего. Так, экологически чистая посуда, простая, хоть самая дешевая, из глины, керамики там, пусть из нержавеющей стали, деревянная, но никакого пластика. Пластик пищевой – это фалаты, фенолы, диоксин. И это разрушает в первую очередь головной мозг и половую сферу, в том числе генетику и выработку тестостерона. Ужин отдайте врагу, как говорил Суворов. Убрать ужин категорически, а то повысите плохой холестерин в крови и заработаете инсулинорезистентность. Так, дефицит витамина Д3 снижает синтез тестостерона. Его нет должно быть в дефиците. А норма Д3 не по нынешним нормативам, а по верхнюю границу нормы по таблицам. Имейте это в виду, по анализам. То есть, высшая граница нормы – это на самом деле низшая. Имейте это в виду. Сдавать анализ на Д3 надо тогда, когда за две недели до сдачи анализа вы Д3 не принимаете, иначе будет неправильный результат завышенный. Так, вода. Живая водородная вода. Это вот, ну, предельно важно. Я рекомендую вам видео одно. Одно. Я вам оставлю его под этим видео, на эту тему. Помните, воду с антибиотиками, гормонами пить нельзя. Сейчас такая вода, к сожалению, течет даже из родников швейцарских Альп. На эту тему у меня было видео с доказательствами. Посмотрите его. Потому система фильтрации, тот же обратный осмос с угольными картриджами в том числе, да, и эту проблему уберет. Водородная же вода, это тема отдельная. Так, статины. Они мешают организму продуцировать, синтезировать, то есть тестостерон, и потому для тестостерона они вредны. Для подъема тестостерона нужно поднять уровень гормона роста. Они очень связаны между собой, но делать для этого нужно все то же самое, по сути. То, что я говорил уже и далее скажу. И вот вам курс, как поднять тестостерон. Но помимо учитывания прочих факторов, о которых я говорил, это набор, я ссылку оставлю на него, который рассчитан на один месяц грибных препаратов, и не только. Но помните, минимальный курс должен быть три месяца подряд. Это как минимум, особенно в запущенных случаях, там дольше. Ссылку на этот набор я оставлю, как и на все то, о чем я вам говорил. Что касается видео, важных видео, которые я вам советую не только посмотреть, но и законспектировать. Ведь понимаете, это работа, казалось бы. Но она делается один раз на всю жизнь. У вас останется конспект. Конспект, по сути, как быть здоровым человеком. Для этого я оставлю вам все видео, которые я рекомендую. Ну, допустим, а что же тогда есть? Про тестостерон, другое мое видео. Посмотрите, там подробнее некоторые аспекты рассказываются. Потом цинк, дегидрокварцетин, аденом и простатит. Про это видео и прочее. Потом я вам рекомендую приобрести инфопродукт номер 22. Это инструкция, как быть здоровым человеком. Там учитываются сотни буквально нюансов. Более того, вы будете уже не задавать вопросы, а, вернее, задавать их себе уже. И отвечать полностью сознанием дела себе на эти поставленные вами же вопросы. Там даны важнейшие алгоритмы. По сути, я там даю не дрова, а топор. Инструмент. Ну и, конечно, разжевываю все по полочкам, раскладываю. По сути, это компиляция многолетнего труда, особенно этот инфопродукт. Эти знания будут важны для тех, у кого есть хоть какие-то воспалительные процессы в организме, особенно доброкачественные и, не дай бог, злокачественные опухоли. Ну и, конечно, вот этот курс, набор, где учтено уже все, то есть в него входит фулевая кислота, именно с цинком, дегидрокварцетин, мощнейший антиоксидант, крапива, наш порошок вакуумной сушки, то есть в полной сохранности всех питательных и лечебных свойств, витамин D3, то есть масло 4 в 1, конопляные ядра очищенные, и грибные препараты веселка, шитаки, рейши. То есть, по сути, маркерный курс, он же противораковый, противовоспалительный, то есть для профилактики в том числе. Ну и хлорела. А чуть ниже в этом наборе дана рекомендация, что желательно дополнительно принимать, то есть семена брокколи проращивать, протеин 4 в 1, водородную воду пить, спирулину к хлореле дополнительно, органовое масло. В общем, смотрите ссылки под этим видео, и вы ни в чем не запутаетесь. Просто конспектируйте, это мой вам совет. Ну а теперь в завершении послушайте двухминутную рекламу, в том числе там сказано о том, как людям приобретать наши товары, ну и особенно тем, кто находится за границей, думает, что это невозможно, а это сделать просто и легко. Слушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам, там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб, мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.